Отличникам школ станет сложнее получить золотую медаль. Теперь, чтобы стать ее обладателем, выпускник должен набрать 70 баллов за ЕГЭ по русскому и получить отлично за ЕГЭ по математике. Об этом было сказано на родительском собрании с участием Уму Пазель Амаровой. Хадижа Курбанова, продолжение темы. Более 600 родителей выпускников с разных районов республики собрались в зале 10-й школы города Махачкалы. Тема ежегодного сбора – подготовка к приближающемуся экзамену. Из значительных нововведений в этом году новые правила получения аттестата с отличием. В этом году издан приказ, по которому аттестат с отличием будет выдаваться только при сдаче русского языка на 70 баллов и математике на оценку «отлично». Вот уже прямая связь с результатами сдачи ЕГЭ, чего не было в прошлые годы. Кроме прочего, министр образования отметила, что актуальной остается проблема психологической подготовки выпускников. И часто именно родители нагнетают обстановку, оказывая давление на детей. Другая сторона медаля, когда они же в поисках содействия на экзамене стараются подкупить организаторов. Факты коррупции на ЕГЭ и возможность какого-либо содействия исключены, заявляет Уму Пазель Амарова. Кроме этого, она особо подчеркивает, денежным побором якобы на нужды для сдачи ЕГЭ в школах не место. Не секрет. Вот иногда доходит информация, что какие-то организуются в школах поборы, сдача каких-то денег, якобы на какие-то покупки к ЕГЭ необходимы какие-то взносы какие-то. Это не так. Я со всей ответственностью заявляю, что все абсолютно это какими-то отдельными людьми, наверное, организуется. Если вы столкнулись с описанными фактами вымогательства денег в школах, Министерство образования республики призывает обратиться по номеру, который вы видите на своих экранах. Хадижа Курбанова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.